На Котляров FM. Недетская Библия. С Виктором Салтыковым. Ёб твою мать, красотища какая! Всем привет! О том, что Библия – это пособие для маньяков, всех мастей, манипуляторов и проводителей, если не знают, то догадываются многие. Само слово «Библия» переводится с древнегреческого как «книга», «папирус». Но для множества адептов всевозможных религий, конфессий, сект и прочих групп и формирований, Библия – это священное писание, это свод канонических правил, законов и норм. Также многие принимают Библию как хронологию рождения и развития человечества в общем и иудейского народа в частности. Сегодня я предлагаю познакомиться для тех, кто еще не знаком и взглянуть по-новому тем, кто читал или изучал книги Библии, а их в каноническом варианте 66. Так вот, вторая книга Ветхого Завета и всей Библии в целом – это Исход. В этой части Библии в хронологическом порядке ведется рассказ о выходе целого народа Израиль из Египта после 400-летнего, а если верить информации в самой Библии, то после 430-летнего рабства. О том, как израильтяне попали в рабство египтян, мы разбирали ранее на канале Котлеров ФМ. И дальнейшем становлении развития Израиля не только как народа, а и как государства. И еще одна маленькая ремарочка перед началом разбора. Я буду читать и знакомить вас, дорогие слушатели, не со всеми стихами и главами, а постараюсь озвучить самое важное и существенное из этой книги. Итак, Исход, глава 1. В общем, наверняка небезосновательно так говорил и думал тот правитель, так как народец этот ушлый. И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал так, что опасались сынов Израилевых. Это такой толстый намек, мол, не трогайте евреев, а то как размножится. Когда фараон всему народу своему повелел, говоря, «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Ну, такие в те времена были нравы. Глава 2. Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же племени. А раз из того же племени, то не исключен и факт кровосмешения. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца. Но не могшей долей скрывать его, взяла корзинку из тростника и смолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А смолила ее асфальтом, это значит, взяла сырую нефть, которая в те времена была, скорее всего, в огромном количестве в тех местах. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять. Ее открыла и увидела младенца. И вот дитя плачет и жарилась над ним и сказала, «Это из еврейских детей». Ну, дальше я своими словами. Короче говоря, потом кормилицы, не зная всей правды, взяли мать вот этого младенца, и, кстати, не за так, а за деньги. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына. И нарекла имя ему Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, к сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. Короче говоря, убил, закопал и на могилке ничего не написал. Вот так вот первый подвиг Моисея. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся, и сказал он обижающему, Зачем ты бьешь ближнего своего? А тот сказал, Кто поставил тебя начальником и судьею над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина? Моисей испугался и сказал, Верно, узнали об этом деле. И услышал фараон об этом деле, и хотел убить Моисея. Интересно, как же он услышал? Кто же ему рассказал? Ладно. Но Моисей убежал от фараона. Колобук прям такие от дедушки, от бабушки, от фараона убежал. И остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя. У священника Мадиамского было семь дочерей. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец. В общем, так Моисей попал в дом, где папашей был Рагуил. Звали так папашу этих дев. Рагуил. А дальше совсем другое имя описывается. Так вот в Библии этот папа назван двумя именами. Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою, Сепфору. Она родила сына, и Моисей нарек ему имя Герсам. Спустя долгое время умер царь Египетский и услышал бог стенания их. И вспомнил бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковым. Прямо забывает и вспоминает на ходу бог все. Глава третья. Моисей пас овец у Иофора. Вот, был Рагуил, а теперь стал Иофор. Вот так вот в Библии вот такая неувязочка есть. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хариву. И явился ему ангел Господень пламени огня из среды тернового куста, и увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. И сказал бог. Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал. Я бог отца твоего, бог Абрама, бог Исаака и бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся возреть на бога. И сказал господь. Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян и вывезти его из земли, сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хетеев, Амореев, Фересеев, Евеев и Евусеев. Короче, туда, где молочные реки и кисельные берега. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой сыну в Израиль. И сказал Моисей богу. Вот я приду к сынам Израильевым и скажу им. Бог отцов ваших послал меня к вам. Они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им. Бог сказал Моисею. Я, Еси, сущий, так скажи сынам Израилю, сущий. И Егова послал меня к вам. Господь бог отцов ваших, бог Абрама, бог Исаака и бог Якова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род. Но я знаю, что царь Египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И простру руку мою и выражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его. И после того он отпустит вас и дам народу всему милость в глазах египтян. И когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей, живущей в доме, ее вещей, серебряных и вещей, золотых и одежек. И вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян. Вот так вот прямо и написано. Оберете египтян. Этому учит своих почитателей благородный, мудрый, честный Бог. Глава 4. И отвечал Моисей и сказал. А если они не поверят мне, не послушают голоса моего и скажут. Не явился тебе Господь. И сказал ему Господь. Что это в руке у тебя? Он отвечал. Жезл. Такое впечатление, что с гаишником диалог. Ладно. Господь сказал. Брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея. И Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею. Простери руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Для того, чтобы поверили, что явился тебе Господь. Еще сказал ему Господь. Положи руку твою к себе в пазуху. И он положил руку к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Вот так именно здесь и написано. Такое сравнение. Рука побелела от проказы, как снег. Для писателя этого куска текста была очевидна ближайшая ассоциация сравнения белого цвета со снегом. Не с мукой, не с хлопком, а со снегом. Кстати, редкостью в южных широтах, да? Идем дальше. Еще сказал. Положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул из пазухи своей. И вот она опять стала такой же, как съела его. Ну, то бишь, очистилась. И если же не поверят и двум всем знамениями не послушай голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на сушу. И сказал Моисей Господу. О, Господи, человек я нерычистый, я тяжело говорю и косноязычен. Кстати, косноязычие – это просторечное и устаревшее название для дефектов произношения. Что-то вроде украинского спикера в парламенте Порубия. Вот такой был Моисей. Господь сказал, кто дал уста человеку, кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым, не я ли Господь? Вот скорее всего, что он Господь и сделал Моисея таким вот косноязычным. Не он ли это все делает, да? Итак, пойди, я буду при устав твоих и научу тебя, что тебе говорить. Моисей сказал, Господи, пошли другого, кого можешь послать. И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал, Разве нет у тебя Аарона, брата Левитянина? Я знаю, что он может говорить, и вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова, и в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. В общем, Моисею нужен был переводчик. И будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты будешь ему место Бога. И жезл, сей, возьми в руку твою, и им ты будешь творить знамение. И пошел Моисей, и возвратился к Теофору, тестью своему, и сказал ему, Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они. И сказал Еофор Моисею, Иди с миром. И взял Моисей жену свою, сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Вот такое вообще непонятное место есть в Библии. То есть, Бог Моисей послал освободить народ израильский, а дорогою хотел его придушить или не знаю, что с ним сделать с Моисеем. В общем, встретил Господь и хотел умертвить его. Тогда Сифора, ну это жена Моисея, Сифора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала, «Ты, жених, крови у меня!» Просто наглядное пособие для начинающего хирурга. И отошел от него Господь, ну от Моисея. Глава пятая. После всего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали, «Так говорит Господь Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне!» Но фараон сказал, «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа и Израиля не отпущу. Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дела его? Вступайте на свою работу!» И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря, «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому, а кирпичи наложите на них то же урочное число, какое они делали вчера и третьего дня, и не убавляйте. Они праздны, потому и кричат, пойдем принесем жертву Богу нашему, дайте им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами». И вышли приставники народа и надзиратели его и сказали народу, «Так говорит фараон, не даю вам соломы, сами пойдите и берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется». И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жниво вместо соломы. Приставники же принуждали, говоря, «Выполняйте работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома». А надзиратели из сынов Израилевых, то есть у сынов Израилевых еще были надзиратели из их числа, то есть полицаи такие были среди евреев, которых поставили над ними приставники фараоновы, били, говоря, то есть этих надзирателей еще и били. «Почему вы вчера и сегодня не изготавляете урочного числа кирпичей, как было до сих пор?» И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря, «Для чего ты так поступаешь с рабами твоими?» Он сказал, «Праздны вы, праздны, поэтому и говорите, пойдем принесем жертву Господу. Пойдите же работайте, соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей добавьте». И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах, «Не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день». И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им, «Да видит и судит вас Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона, и рабом его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». Короче говоря, наверняка наболяли, навешали там Моисею и его братику. И обратился Моисей к Господу и сказал, «Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ тей, и для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом с ним. Избавить же ты не избавил народ от твоего». И сказал Господь Моисею, «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их. По действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей. И я услышал стинание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве. И вспомнил завет мой». Вот так вот. Хоп! И вспомнил. «Итак скажи, сынам, Израилек, я, Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою, и судами великими. И приму вас себе в народ, и буду вам Богом. И вы узнаете, что я, Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского. И введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Авраму, Исааку и Иакову, и дам вам ее наследие. Я Господь!» Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. И сказал Господь Моисею, говоря, «Войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». И сказал Моисей перед Господом, говоря, «Вот сыны Израилевы не слушают меня. Как же послушает меня фараон? А я не словесен». В общем, он не оратором был. И говорил Господь Моисею и Арону, и давал им пообеление к сынам Израилевым и к фараону царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской. Но Господь сказал Моисею, «Смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Арон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Арон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». Вот такой испорченный телефон. Моисей был 80, а Арон 83 лет, когда стали говорить они к фараону. Моисей и Арон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь. И бросил Арон жезл свой перед фараоном и перед рабами его, и он сделался змеем. И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали тоже со своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделали змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. А некоторые говорят, что нынешние сюжеты компьютерных игр таки шизанутые. Глупь, смотрите, веков. Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею, «Убор на сердце фараонова! Он не хочет отпустить народ! Пойди к фараону завтра!» И сделали Моисей и Арон, как повелел Господь. И подняло Арон жезл и ударил по воде речной перед глазами фараона и перед глазами рабов его. И вся вода в реке превратилась в кровь. И рыбы в реке вымерли, и река восмердела, и египтяне не могли пить воды из реки. И была кровь по всей земле египетской. И волхвы египетские чарами своими сделали тоже. И ожесточилось сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь. И обратился фараон, и пошел в дом. Свои сердце его не тронулось, и сим. И стали копать все египтяне около речки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось семь дней после того, как Господь поразил реку. И сказал Господь Моисею, «Пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил неслужение. Если же ты не согласишься отпустить, то вот я поражаю всю область твою жабами. И воскиши, трикожабами, они выйдут и войдут в дом твой, в спальню твою, и на постель твою, и в домы рабов твоих, и на рода твоего, и в печи твои, и в вашей твои, и на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих взойдут жабы». И сказал Господь Моисею, «Скажи Аарону, простри руку твою жезлом твоим на реки, на потоки и на озера, и выведи жаб на землю египетскую». Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую. То же сделали и волхвы, чарами своими, и вывели жаб на землю египетскому. Представляете, то есть вдвое больше стало этих самых ужасных, смердящих жаб, и призвал фараон Моисея и Аарона, и сказал, «Помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня, и от народа моего, и я отпущу народ израильский, принести жертву Господу». Моисей сказал фараону, «Назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих, и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя, в домах твоих, и остались только в реке». Он сказал, «Завтра». Собственно, а зачем откладывать до завтра? Ну, ладно. Моисей отвечал, «Будет, по слову пойму, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш». Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей возвал Господу о жабах, которых он навел на фараона. И сделал Господь, по слову Моисея, жабы вымерли в домах, на дворах и на полях, и собрали их в груды, и в осмердела земля. И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею, «Скажи Аарону, простри жезл твой и ударь в персть земную, и сделается персть мошками во всей земле египетской». Так они и сделали. Аарон простер руку свою с жезлом своим и ударил в персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также и волфы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. По мнению некоторых исследователей и толкователей Библии, этими мошками могли быть куликоиды. Это такие комары. Куликоиды имеют весьма малый размер, поэтому их вполне можно назвать мошками. Эти необычайно агрессивные комары питаются минеральными остатками разлагающихся организмов. А такой пищей для куликоидов оказалась богатая египетская земля после взрыва популяции, которая произошла чуть раньше, а затем их массовой гибели из-за засухи и отсутствия достаточного количества чистой воды. Продолжаем. И сказали волхвы фараону, Это перст божий! Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею, Завтра встань рано и явись перед лицей фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои пёсих мух, и наполнятся дома египтян пёсими мухами, и самая земля, на которой они живут. Под описанием пёсих мух подходит овод. Оводы откладывают яйца под кожу животных в жару, и эти насекомые ведут себя очень агрессивно. Так и сделал Господь. Налетело множество пёсих мух в дом фараонов и в дом рабов его, и на всю землю египетскую. Погибала земля от пёсих мух. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал, Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле. Но Моисей сказал, Нельзя всего делать, ибо отвратительно для египтян жертва приношения наша Господу Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? Это же насколько должно было быть отвратительным то жертвоприношение. Мы пойдём в пустыню на три дня пути и принесём жертву Господу Богу нашему, как скажет нам. И сказал фараон, Я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко, помолитесь обо мне. Моисей сказал, Вот я выхожу от тебя и помолюсь о Господу и удаляться пёсь и мухи от фараона, и от рабов его, и от народа его завтра. Только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа принести жертву Господу. И вышел Моисей от фараона и помолился Господу. И сделал Господь по слову Моисея и удалил пёсь их мух от фараона, от рабов его, и от народа его не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце своё и на этот раз и не отпустил народа. Глава 9. И сказал Господь Моисею, Пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение, ибо если ты не захочешь отпустить, и ещё будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоём, который в поле, на конях, на злах, на верблюдах, на волах и овцах будет моровая язва, весьма тяжкая, и разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским, и из всего скота сынов израилевых не умрёт ничего. И сделал это Господь на другой день, и вымер, весь скот египетский и скота же сынов израилевых не умерло, ничего. Фараон послал узнать, и вот из скота израилевых не умерло ничего, но сердце фараонова ожесточилось, и он не отпустил народа. И сказал Господь Моисею и Аарону, «Возьмите по полной горсти пепла из печи и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона, и поднимется пыль по всей земле египетской и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами во всей земле египетской». Они взяли пепло из печи и предстали перед лицей фараона. Моисей бросил его к небу и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. И не могли волхвы устоять перед Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Но Господь ожесточил сердце фараона в очередной раз, ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею. И сказал Господь Моисею, «Простри руку твою к небу и пойдет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую земле египетской». И простер Моисеев жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался под земле, и послал Господь град на землю египетскую. И был град, и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее. И побил град по всей земле Египетской все, что было в поле, от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Только в земле Гесеем, где жили сыны Израилевы, не было града. И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им. На этот раз я согрешил. Господь праведен, а я и народ мой виновный. Помолитесь Господу, пусть перестанут громы Божии и град, и отпущу вас, и не буду более удерживать. И вышел Моисей от фараона из города, и простер руки свои Господу, и прекратились громы, и град, и дождь перестал литься на землю, и ожесточилось сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилев, как и говорил Господь через Моисея. Глава 10. И сказал Господь Моисею. Войти к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними и сии знамения мои, и чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь. Моисей и Арон пришли к фараону и сказали ему. Так говорит Господь Бог евреев. Долго ли ты не смиришься передо мною? Отпусти, народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если ты не отпустишь народа моего, то вот завтра я наведу саранчу на твою область. Она покроет лица земли так, что нельзя будет видеть земли, и поест у вас оставшаяся уцелевшая града, объест также все дерева, растущие у вас в поле, и наполнит домы твои, домы всех рабов твоих, и домы всех египтян, чего не видели отцы твои, не отцы отцов твоих, со дня, как живут на земле даже до сего дня. Моисей передал слава Бога и вышел от фараона. Тогда рабы к фараонам и сказали ему. Долго ли он будет мучить нас? Отпусти из всех людей, пусть они совершат служение Господу Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что не гибнет, гибнет? И возвратили Моисея и Аарона к фараону. И фараон сказал им. Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Кто же и кто пойдет? И сказал Моисей. Пойдем с малолетними нашими, и стариками нашими, и сыновьями нашими, и дочерями нашими, и совцами нашими, и свалами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу. Фараон сказал им. Пусть будет так. Господь с вами. Я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите, одни мужчины, и совершите служение Господу так, как вы его спросили. И выгнали их от фараона. Тогда Господь сказал Моисею. Простри руку твою на землю египетскую, и пусть нападет саранча на землю египетскую, и поест сутраву земную. И все, что уцелело от града. И простер Моисей жезл свой на землю египетскую, и Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу. И напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет таковой. Она покрыла лице всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную, и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревах, ни на траве полевой, во всей земле египетской. Фарон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал. — Согрешил я перед Господом Богом вашим и перед вами. Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть. Моисей вышел от фараона и помолился Господу. И воздвигнул Господь с противной стороны западный весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в Черное море. Черное море — это, скорее всего, Красное море, а в оригинале, дословно, севрита — Торстниковое море. Ну, красное, красное. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых. И сказал Господь Моисею. — Простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской. Осязай, моя тьма. Моисей простил руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской. Три дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего три дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Прямо какое-то автономное электричество. Фараон призвал Моисея и сказал. — Пойдите, совершите служение Господу. Пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами. Но Моисей сказал. — Дай также в руки наши жертвы и все сожжения, чтобы принести Господу Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему. Но доколе не пройдем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу. И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их. И сказал ему фараон. — Войди от меня. Берегись. Не являйся более перед лицем моим. Тот день, когда ты увидишь лице мое, умрешь. Глава одиннадцатая. И сказал Господь Моисею. — Еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. После того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых. Короче, обокрали израильтяне, египетский народ. И дал Господь милость народу своему в глазах египтян. Да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. И сказал Моисей фараону через Аарона. — Так говорит Господь. В полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской. От первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. У всех же сынов израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит коз с языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои сии ко мне, и поклонятся мне, говоря, «Выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь. После сего я и выйду». Глава 12. И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас началом месяцев. Первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу израилевых, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим ближайшим к дому своему по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколит его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне. Голову с ногами и внутренностями не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Ну, прямо подробная инструкция, как что есть. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и косахи ваших в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. В общем, такое повеление дал Господь израильтянам. Выглядеть как пастухи и быстро жрать. А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. Получается так, что у египтян было много богов, равных, возможно, Господу и Егове. И вот и Егова, Бог, производит суд над всеми богами египетскими под шумок и остается в единственном числе. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вам язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его. Семь дней ешьте пресный хлеб с самого первого дня, уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа-то истреблена будет из среды, из рая. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в седьмой день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них, только что есть каждому, и одно то можно делать вам. Вот так Господь повелевает израильтянам семь дней ничего не делать, а только жрать и жрать. Наблюдайте опресноки. Пресный хлеб, значит. Ибо в сей самый день я вывел ополчение вашей земли египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное. С четырнадцатого дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб до вечера двадцать первого дня того же месяца. Семь дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа-то истреблена будет из общества израилевых, пришелец ли тот или природный житель земли твоей. Ничего квасного не ешьте, во всяком местопребывании вашем ешьте пресный хлеб. И созвал Моисей всех старейшин израилевых и сказал им, выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и закалите Пасху. Пасху, оказывается, закалывать нужно. И возьмите пучок Иссопа. Иссоп – это лекарственное растение, полукустарник рода Иссол, семейство Яснотковые. Ну, такие цветочки, вот кто бывает в деревне, в селе, в европейской части России, в Украине, Беларуси, часто можно встретить, и в Европе тоже. И обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы никто не входите за дверью дома своего до утра, и пойдет Господь поражать и гибет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в дом и ваши для поражения. Храните сие, как закон для себя и для сынов своих, на деки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это со служения, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтяны, домы наши избавил. И преклонился народ, и поклонился. И пошли сыны Израилевы, и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, и первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из кота. И встал фараон ночью сами, все рабы его и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью, и сказал, Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы, и мелкий, и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня. И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли твой, ибо говорили они, мы все помрем. И понес народ тесто свое прежде, нежели оно вскисло. Квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилевы, по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежды. Ну, в общем, как было и обещано, обобрали, взяли на испуг. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. Вот так вот и написано. Обобрал народ израильский, народ египетский. И отправились сыны Израилевы, Израамсеса, в Сокхов. До 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий, и крупный скот. Стадо весьма большое. И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. По прошествии 430 лет в этот самый день вышло все ополчение Господне из земли Египетской ночью. Это ночь бдения Господу за изведение их из земли Египетской. Это самая ночь бдения Господу у всех сынов Израилевых в роды их. И сказал Господь Моисею и Арону. Вот устав Пасхи. Никакой иноплеменник не должен есть ее. Понятно. Только для евреев. А всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, можешь есть ее. То есть рабы, обрезанные, могут есть Пасху. А теперь на минуточку. А как мы празднуем Пасху и что мы называем Пасхой? Поселенец и наемник не должен есть ее. В одном доме должно есть ее. Не выносите мясо вон из дома и костей ее не сокрушайте. Не сокрушайте, значит не выбрасывайте. Все общество Израиля должно совершать ее. Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у него всех мужеского пола и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, а никакой не обрезанный не должен есть ее. Получается все остальные неприродные жители земли, как многие из нас. Один законно будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. Понятно, кто такие пришельцы в глазах евреев. Это все не евреи. И сделали все сыны Израилевы, как побелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их. Глава 13. И сказал Господь Моисею, говоря «Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложества между сынами Израилевыми, от человека до скота, мои они!» И сказал Моисей народу «Помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь Аттоли, и не ешьте квасного!» Сегодня вы входите в месяце Авиве. Авив, Ниссан, Март, Апрель. И когда ведет тебя Господь в землю Хананеев, Ихатеев, И Амреев, И Ивеев, И Егусеев, а который клялся он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служения в семь месяцев. Исполняй же устав сей назначенное время из года в год, и когда ведет тебя Господь в землю Хананскую, как он клялся, тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все развержающее ложественное и все первородное из кота, который у тебя будет, мужеского пола, Господу, а всякого из-за слов развержающего землю, блин, разверзающего. Как они так разговаривают? Заменяй Агнцем. А если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. И взял Моисей с собой кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав, посетит вас Бог, и вы с собою вынесите кости мои отсюда. И двинулись сыны Израилевы из Сокхофа и расположились станом Ефами в конце пустыни. Господь же шел перед ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, цветя им, дабы идти им и днем, и ночью. Глава 14. И возвещено было царю Египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего. И они сказали, что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою. И взял шестьсот колесниц отборных и все колесницы египетские и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона царя Египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукой высокою. И погнались за ними египтяне и все кони с колесницами фараона и всадники, и все войска его, и настигли их. Фарон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сына Израилевы к Господу. И сказали Моисею. Разве нет рабов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Вот с этого момента евреи будут постоянно укорять Моисея, постоянно роптать, ныть и вспоминать свое счастливое рабство. Не это ли самое говорили мы к тебе в Египте, сказал Остань нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умирать в пустыне. Но Моисей сказал народу. Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господня, которое он соделает вам ныне, ибо египтян, которых вы видите, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будете спокойны. И двинулся ангел Божий, шедший перед станом Израилевых, и пошел позади их, двинулся и столб облачный от лица их и стал позади их. И вошел в средину между станом египетским и между станом Израилевых, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились они с другими вовсю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь в море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушью, и раступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне, и вошли за ними в средину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из толпа огненного и облачного и привел в замешательство стан египтян. Утренняя стража – это период с двух часов ночи до восхода солнца. Для охраны лагеря древние народы делили день и в особенности ночь на определенные промежутки времени, в которые сменялась стража. Вавилоняне и древние греки делили ночь на три стражи, римляне – на четыре, по три часа каждая. Если в Ветхом Завете упоминаются три стражи, то в Евангелиях говорится уже о четырехночных стражах. И отнял колеса у колесниц их, так что они влетли их с трудом и сказали египтяне – побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян. И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место. А египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. И избавил Господь в тот день израильтян из рук египтян, и увидели израилевы египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами. И убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Вот так вера через страх. На Котляров ФМ. Недетская Библия. С Виктором Солтыковым. Ёб твою мать, красотища какая! Недетская Библия. Солтыковым. Недетская Библия. Солтыковым. Субтитры создавал DimaTorzok